Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами играть на карте Зелёновка. И сегодня, значит, у нас утро. Вот. И у меня уже первые приключения. Вот. Вот. Только начали здесь работать, здесь развиваться, и уже первые приключения. В общем, встаю я сегодня в 6 утра, заварил себе кофе, сижу, попиваю, смотрю, какая-то чёрная машина подъезжает. И вот, я думал, бандиты. Вот тут на скамеечке сижу, пиваю кофе. Вот так вот подъезжает сюда чёрная машина, я уж думал, бандиты. Но нет. Оказалось, друзья, кредиторы. Вот. В общем, встал, чтобы вы понимали, я сегодня в 5 утра. Вот. Вот. Как говорится, кто раньше встаёт, тому бог даёт. Да. Ну, вот я решил раньше встать. Вот. Ну, и мне, видимо, бог не дал счастья сегодня с утра. Вот. Так как, видите, у нас минус 21 евро. Минус 21 евро. Мы ушли с вами в полный минус. Ну, не то, что полный, я бы сказал. Вот. Но расскажу по порядку. В общем, приехали кредиторы. Вот. Естественно, представились. Здравствуйте. Мы из такой-то области. Я говорю, здравствуйте. Что вам нужно? Ну, и, друзья, оказывается, эта вся техника, которая у нас есть, трактора, комбайны, объекты, здания, это всё взято в кредит. Вот. Чтобы вы понимали, сумма кредита составляет 150 тысяч. Вот. То есть, 150 тысяч составляет вот это всё. Вот. И на... И за неуплату кредита мне паяли штраф. Видите, что я же ушёл в минус. Вот. Ну, и давайте, соответственно, теперь перейдём к хорошему. Вот. О плохом поговорили. Давайте теперь к хорошему. У нас 1 сентября. И, как вы помните, в прошлой серии мы обработали вот это поле и купили ещё одно поле 54-ое. Которое мы тоже, друзья, убрали. Зависковали мы его на прошлом стриме. Вот оно. И, друзья, теперь стоит вопрос. А вопрос этот стоит, знаете, в чём? Видите, на полях нужна ИЗИ. У нас минус 21. То есть, мы в минусе. То есть, мы, мягко говоря, в полной жёте. Вот, откровенно говоря, и мягко говоря. Вот. И на вот этих двух полях 52-ое и 53-е нужна ИЗИ. Вот. Давайте посмотрим, сколько стоит распределитель удобрений. Так. Аренда. Арендовать мы даже посмотреть не можем, так как у нас минус 21. Вот. Ну, в общем, номинальная стоимость 25 тысяч. 45, 65 и 78. Да. Вот. Естественно, для ИЗИ-цы нам нужно вот такую брать, которая за 45. вот она. Вот. Но у нас нет денег. Это раз. Вот. Во-вторых, мы можем с вами взять 5000 кредита. Я думаю, нас эти 5000 не спасут, если ещё раз кредиторы приедут. Ах, да. Помните, у нас здесь была тележка для жатки. Так вот, кредиторы её забрали в качестве компенсации. Вот. Ну, короче, мы... Начинается полный хардкор, да. Смотря, что мы с вами начали на лёгком уровне сложности, то я не рассчитывал, что будет аж так тяжело. Вот. Плюс у нас есть с вами курицы. Ну, короче говоря, друзья, да, вот такие вот утра новости. Вот. Также я узнал, для чего эта штука. Это для морковки. Вот. Мы можем видеть с вами, что у нас овощная техника. И вот. Морковка, красная свекла и ещё что-то. И также, я думаю, для тела. Вот даже так телка тоже есть. Короче говоря, друзья, да. Влипли мы, конечно, по полке. вот такая маленькая телочка. Вот здесь, походу, даже 0,8 метра, да, или 0,5. Короче говоря, влипли мы по-настоящему. Так, ну и теперь давайте соответственно думать, что же нам делать. Вот. Ну и естественно, что нам пригодится, это кредит. То есть, без кредита тут, в данной ситуации, мы... Ну, никак, к сожалению, без кредита. Так что, нам в любом случае придется взять кредит. Или же, или же, продать 23 тонны за 303. Вот. Но я и продавать не хочу урожай, так как я хочу, чтобы было хоть какое-то НЗ. Если мы совсем с вами идем в минус, то... Вот туда. Так, в любом, друзья, в случае, нас Т-1000 не спасут, если кредиторы придут и начнут разбираться. Так что, давайте взять 5000. Так, ну и у нас уже 4000. Точнее, 4500. ну хоть, друзья, что-то. Так, арендовать технику для извести у нас сколько будет стоить? 2000. Ну, нет. В этом... В этом году мы пропускаем работу с извести. Вот. И... мы начинаем с тех. сейчас с вами тех. Извиняюсь, если что за шумой руля. Я просто микрофон тебе поближе портал, чтобы меня слышно. Так, а сей, друзья, мы будем с теми, да? так, предлагаю сначала вот это поле посеять. вот так он ветер, криптал. Техника, конечно, да. Мне он понравился, этот ветер. так, естественно, мы выбираем с вами ячмень. Мы же можем сейчас сеять ячмень, да? Да, шумится ячмень. Вот, играем мы с сезонами, все как нельзя положено, все как мы любим. Так, давайте теперь мы знаете, что... Так, сложить телка, развернуть телка. Вот, давайте мы включим GPS, все же. Маркер. Нет, покатаемся мы немножко, друзья, с маркерами с вами. Так, ячмень, все, поехали. так, чувствую, нужен другой трактор. Понятно, хочется, что должен быть другой трактор. не знаю, почему, такое у меня чувство. А давайте вот тот трактор, потому что где трактор? А вообще, давайте доедем сейчас до конца, посмотрим, сколько в нем лошадок в этом тракторе. Так, средние трактора 160, 150. А телки это тогда сколько нужно? 125. правильный по идее должен тянуть. оттянутся. Правильный должен тянуться. шевелиться. Гляньте, какие-то. Так, хорошо. Работаем пока что друзья станет так, как работникам донять, к сожалению, не можем пока что. вот так что работаем пока что сами. Так, я думаю, давайте мы без маркеров попробуем поработать. Так, как. Не, у меня, в результате, тоже есть большое желание перецепить трактор. На трактор. мы как и делаем, так как где-то родители немножко отслабим. И, где-то тут немножко слабоват, а тот трактор все же его 150 лошадок не будет гораздо сильнее наш трактор и мощнее. Ну, слава богу, что мы не лишились какой-то техники. из-за кредиторов. Вот, хотя это сильно странно, что он не тянет при технике. Точнее, не тянет эту селку и верю. Точнее, не тянет эту селку и верю. в вовле друзья сразу так пошел А этот трактор сразу поехал. А тот зетер... Чувствую, что зетер здесь не такой сильный мощный трактор. Вот. Короче, друзья, пока что работаем. Конечно, с кредиторами. Так, извиняюсь, что немножко запись переотканавливает. Кое-какие дела. Так, продолжаем. Так, пока мы сеем, давайте посмотрим, что у нас по контракту. Сбор урожая. Картофель. 17 тысяч. Три гектара. Это какое поле? Поле 89. Поле 89. Это вот, да, который у нас рядом. Ну, друзья, слушайте. Конечно, можно, но... Я думаю, что... У нас, во-первых, нет техники на картофель. Мы можем ее взять в аренду, да? Если мы возьмем это, мы получим 16 с чем-то тысяч. Хм, ну, тут уже... Ну, тут, друзья, не знаю, что ей сказать. В любом случае, мы будем зарабатывать. Я думаю, мы примем этот контракт. Нет контракта, допустим, на уборочность творога или на что-то такое. Так, поехали. Так, сбор урожая, сбор урожая. Мы можем вот это собрать. Пастернак можем собрать, да? Суповая фабрика. Кстати, друзья, здесь супы можно делать. Здесь, оказывается, можно делать супы. Я просто в восторге. Так, хорошо, у нас уже есть планы. Вот, насчет картошки. Так, ну, я не знаю, я не знаю, вы знаете, просто брать, не брать контракт этот. Все же, 17 тысяч. Мы можем взять культивация. Мы можем пока что взять контракт на культивацию. У нас есть милый, коробранат. Мы получим тысячу. Ну, это уже, друзья, хоть что-то тысяча. Так, хорошо. Вот, давайте возьмем мой контракт на культивацию, подцепим наш метр, пускай там работает. Так, пускай я работаю, и дальше работает. Вот. А мы пока что давайте примем контракт. Культивация, да? Поле 63, поле 63, это у нас, это у нас, у нас, у нас, у нас. 67, 68, а где 63? Так, вот, поле 63, вот, а сколько вообще 63, 21 тысяча. А, вот участок, который стоит 201 тысяча, вот он. Ну, тут, друзья, я вам скажу, уже прям посложивее будет купить этот участок. 143 тысячи. Это поле. Так, ладно, пока что берем контракт. Поехали. Вот, поехали. Поехали. ну нормально тяжеловато, конечно, ему так, в общем, поехали да, это тяжеловато, конечно, ветру дает вот это так, пока на круиз и правильно ли мы едем ну, можно сказать правильно да, потом нам надо будет свернуть сюда и вот он уже здесь от 3-я пол вот, надеюсь, трактор потянет у нас это поле то есть, этот дисковой борм так, как видите, какая камера так, сейчас оно будет вернуть на для Иран ага, ну это, в принципе, где мы есть, да, тогда, и теперь направо, да это, в принципе, где мы на прошлом стриме продавали и скажите а, сено вот там так, и вот он 63-й полик так так, и друзья тут есть еще одна ферма да гляньте хэ да, еще одна ферма слушайте, вот ферма так так так, а сколько она стоит двести четырнадцать тысяч да да да, это еще одна ферма ха, то есть в теории мы здесь можем развиваться вместе, да вдвоем так, гляди еще и третью ферму найдем это тогда будет круто так, вот он 63-я полин так, нельзя целом работаем вот целом тянет тянет тракт да, правда, видите, здесь какие-то камни я думаю можно объединить эти поля но, к сожалению, нет потому что здесь камни так так, давайте мы, наверное, сюда работника а на наше поле мы сами поработаем на нашем поле так, друзья, я хотел бы еще посмотреть сколько стоит стоит удобрялка опрыскиватели кстати, вот такие опрыскиватели к нам еще добавили, друзья просто огроменные гигант 36 метров можно и сделать вот посмотрите вот представьте, купить такие вот опрыскиватели сначала объединить вот эти все поля вот ну эти вряд ли мы объединим но примерно вот эти все поля объединить вот это тоже все объединить вот это вот купить опрыскиватель и вот так работать с этими да вы что просто скат ну цель, как говорится, уже у нас есть осталось только ее реализовать в этой цели вот плюс мы еще будем заниматься светом вот а лес у нас стоит сколько тут у нас стоит лес 109 тысяч 179 так а сколько стоит вообще самый такой вот 57 58 тысяч стоит вот такой вот лес не густой а такой вот лесок 58 точнее ну я скажу что это нормально наверное вот я думаю мои эти 58 тысяч друзья нас собираем ну пусть ame вот вот ну так ровно все Смотрите продолжение в следующей части. Не спеша работаем, наслаждаемся процессом. Пока у нас там тоже по контракту работает наш наемный работник. Так, а вот это я хотел бы посмотреть, сколько у вас состеннее будет. Так, вот он. 39 тысяч она стоит. Ну, друзья, поля здесь дешевые, откровенно говоря, но заработать на них будет тяжело. Заработать на них будет очень тяжело, я вам скажу, так что... Ну, будем работать, друзья, будем работать, зарабатывать. Как говорится, без труда они выложили рыбку с рыбкой, да? Так, контроля на поле 63. Вот, я поработаю, друзья, потом за кадром, думаю. Здесь все, посеял, выпил. Вот, я думаю, я вот эти два поля сделаю под ячмень, а вот это под раф. Вот, канулы засеем. Вот, или все ячменяется. Вот, это будет видно. Да, ну, 89 поле, конечно, но... Длинное. Вот, я даже не знаю, брать, не брать этот контракт. Короче, друзья, в любом случае, возьмем контракт этот. Вот, я, наверное, его за кадром возьму. Сейчас доделаем здесь пару пароходов. Вот, и нам нужно будет арендовать распределитель удобрений. Вот, хотя бы вот такую. Вот, полторы тысячи он стоит. И, добрый, твое. Тем более, магазин здесь вот рядом. Вот, все удобно, все под рукой, все рядом. Сейчас я еще пару пароходиков, да, сделаю здесь. И на этом будем заканчивать. На сегодня... Вот, такой вот, спиат. Вот, странно написано, спиат. А, значок не холодно, да? А, ну, давайте сейчас даже посмотрим. Малые трактора, где там у нас не холодно. Ну да, вот, значок не холодно. Так, не надо нам поднимать. Так, я думаю, еще один проект, и как раз мы закончим. Надо будет потом ехать нам за семенами еще. Сейчас я поеду за семенами, а с вами буду прощать. Вот так, с дорогим проходом все сразу сеять. Так, мне интересно, что у нас еще мазины, друзья, появилось. Вот, а появился у нас вот такой вот трактор. Вот такой вот трактор у нас появился. И я думаю, я попозже сделаю обзор на этот DST. Стоит он 21 тысяч. Ну, можно будет его в теории приобрести. Фух, все. Затеяли. Ну что ж, друзья, на этом я буду прощаться. Встретимся с вами в следующей серии. Будем работать. Я, наверное, буду брать контракт с картошкой. Ах, потому что 17 тысяч на поле не валяются. Вот, вернее, на дороге. Давайте, узрим. Это 83-е поле. Да, нехмелое такое поле. Нехмелое. Ну что ж, друзья, на этом я буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok